здравствуйте меня зовут татьяна и рада приветствовать вас на своем канале сегодня я расскажу необычную историю обычного свитера в 2010 году я связала мужу свитер почему хорошо запомнила год это был год великой жары а у меня на коленях лежал килограмм прекрасной по-моему итальянской хорошо выработанной шерсти могу ошибаться но это была шерсть у процентная очень хорошо выделана это то что я помню носил муж свитер с огромным удовольствием целых два года пока не решил похудеть он сидел на белковой диете в вернее мы сели вместе на нее только я сошла с дистанции он дошел до конца он похудел такой степени что его не знала не узнавали окружающие все бы ничего это прекрасно кстати но свитер стал великоват целый год он мертвым грузом пролежал шкафу я не люблю когда в шкафу лежат вещи которые не носятся я считаю они хламят квартиру захламить квартиру очень легко а вот расхламить ее тяжело и нудно я всегда с такими вещами поступаю по-разному или продаю раздаю выбрасываю трансформирую во что-то продать этот свитер не представлялась возможным потому что он был уже глубоко не новым выбросить жалко потому что столько трудов уложено и финансов подарить запросто но в моем окружении не было человека которому подошел такой огромный размер этого человека не был до тех пор пока я не посмотрелась в зеркало и тут меня опять озарила я померила и о чудо он мне подошел было несколько пунктов которые меня смущали но с ними я посчитала что справлюсь легко и вы знаете не переоценила свои возможности итак первый нюанс горловина муж любит чтобы она сильно утягивала утягивала шею я люблю очень свободной горловины второй нюанс это длинный очень длинный рукав и 3 это длина самого свитера но с длиной самого свитера я бы как-то смирилась длина бывает разная рукавок я бы загнула и также носила а вот горловина была не моя и ничего поделать с этим я не могла так как она вывязывалась отдельно прикид левого вас я считала что очень просто и распустить и что-то здесь такой узенькой навязать но не тут то было свитер за столько лет носки а именно шерсть так свалялась что распустить ее не представлялась возможным тогда я взяла свой любимый инструмент люблю все резать чикрыжить выбрасывать и смело ну как смело честно вам скажу немножко нет даже не сомнения как было дело я села и говорю уважаемый свитер на выбор тебя три пути первое ты из мужского превращаешься в женский с моей помощью конечно второе в мусорницу и третье я сделаю из тебя наволочку кстати только вчера я рассказывал как из наволочки сделать кофту да а сейчас я вам очень коротко расскажу как из кофты сделать наволочку вот так тебя отрежу обрежу и ты будешь подушечкой у меня сид распугался и выбрал первый вариант превратиться в женский и так как я меняла пол я смело отрезала в смысле не я меняла пола я менял пол свитеру отрезала горловину причем захватив слева и справа у полотна переда и спинки самое главное не было мало я еще немножечко с боков с плеч вправо отрезала резинку все равно мне рукав был длинный отрезал еще немножко полотна тогда успоко в общем а я бы воля я вообще три четверти сделал но свитерок такой толстенький надо все-таки оставить был длинный рукав отрезала чинушка полотна успокоилась но потом меня было не остановить я отрезала еще и резинку померил такая красота получилась и впереди была самая кропотливая работа я набрала остатки пряжи этой пряжи у меня то ли осталось то ли не осталось но я не нашла в закромах наверное извязала в пинетки в носки я набрала пряжи кусочки вот который меня было в голубых синих фиолетовый фиолетовый середине ватах оттенок приложила поиграла и остановилась на том варианте который сейчас покажу вот он мой многострадальный во всей своей красе я думал получится так что-нибудь с резиновыми сапожками по грибы носить и хорошо он действительно тем теплый и уютный но я ношу его не только по грибы по ягоды я ношу его на шашлычок одевая кроссовки одевая джинсы бегу за хлебом в гости мне без разницы куда его одевать извините техническая заминка покажу крупным планом сначала я связала темно-синей пряжей она такая тонкая но одно ее было недостаточно мне не нравилось как смотрелось горловина потом я навязала вот эту светло-сиреневый мне казалось что горловину я вот так оставлю опять не пошло и когда я нагромозила третий этаж пряжи вот тогда мне понравился результат тогда я остановилась как-то все легло и как-то все на шее заиграла точно также я сделала низ однако потом я отказалась от средней полоски сиреневой вот от этой средней сиреневой полоски я отказалась мне пришлось распускать эту часть выбирать полоску и еще опять навязывать эту часть вот знаете не смотрится и все когда как будто меня как бы отрезали что ли обрезали когда мне не нравится я делал до тех пор чтобы мне все понравилось ну а рукавочки рукавочки они здесь прямо буквально пару рядов синих я захватывал петелки наверное потом идет сиреневая и потом голубенькая причем голубая тонкая сиреневая толстая такая серо-сиреневая синенькая тонко и полотно свитера толстенная такая игра вязок даже не вязок а пряжи получилось но вы знаете когда уже или пан или пропал тут отрывался по полной в итоге получилось ну мягко говоря неплохая вещь она меня меня редко что устраивает но в этом я гору кофт не показываю те которые показывают это что действительно носится то что радует и с голубыми брюками и с джинсами и с кроссовками и с макосинами свитерок в общем у меня на все случаи жизни скоро осень сейчас вот он лежит сложный поэтому не этот место на всем как не нравится а так это осенью одна из моих любимейших вещичек девчонки дерзайте пусть у вас все получится не бойтесь рисковать если долго мучиться да что-нибудь получится поэтому вдохновение вам удачных решений творческих озарений любви мира добра пока пока